Итак, друзья, очередное видео. Это видео, как говорится, также будут вопросы и ответы и интересная информация. Первое, обмен опытом. Это пчеловодство 1954 года, номер 12 журнал. Интересная статейка тут. Называется «Опыт выведения маток из трутневых яиц». Ну, это не совсем правильно он написал. Не яиц, а из трутневых ячеек. Вот в чем суть дела. И эти люди как-то пропустили в то время. Ну, я вам сейчас прочитаю эту небольшую статейку. Как-то пришлось прочитать в журнале пчеловодства статью об опытах выведения укрепленных пчел. С тех пор этот вопрос не давал мне покоя. Подходил я к нему и решал его по-разному. Во время работы с пчелами несколько раз приходилось видеть, как матка, ползая по соту, теряет яйца, не находя для них свободного места на соте. Я спрашивал себя, какие же это яйца, пчелиные или трутневые. Проведенными наблюдениями я установил и теперь твердо убежден, что все яйца, откладывая плодной маткой, пчелиные и трутневые яйца, соты одинаковые. Половые различия трех особей пчелиной семьи матки труднее рабочих пчел обусловливаются не различием яиц, а главным образом различиями в качестве и количестве корма, которые дают личинкам пчелы-кормилицы. Обратите внимание, он предполагает, что все яйца одинаковые. Для своего опыта, не рискуя целой пчелиной семьей, я сделал отводок из четырех рамок зрелого расплода. Для вывода матки, в гнездо отводка поставил строительную рамку с трутневым сотом, занесенными яйцами. Пчелы сразу же заложили на этом соте 13 маточников. То есть строительная рамка с трутневым сотом, и там засеянные были трутневые яички. В дальнейшем пчелиные соты освобождаются от расплода, я постепенно удалял, а вместо них подставлял трутневые соты. То есть отводок был сделан на три рамки с пчелиными запечатанными расплодом, и когда пчела выходила, он эти рамки убирал. А подставлял вместо них трутневые соты, то есть рамки с трутневыми сотами. Проделав все это, я стал терпеливо ждать в начале выхода матки, затем ее спаривания и появления расплода в трутневых сотах. И, наконец, запечатывание его. Моей радости не было границ, когда, наконец, я видел, что печатный расплод по внешним признакам имеет вид не трутневый, а пчелиный. То есть он предполагает, что матка, оплодотворившись, прилетела и стала класть пчелиные яички в трутневые соты. Окончательный результат превзошел все ожидания. Первые выходившие из расплода пчелы были значительно крупнее обычных. Теперь уже у меня не могло быть никаких сомнений в том, что подразделение яиц, откладывая их маткой на оплодотворенные пчелиные и неоплодотворенные трутневые, надо считать ошибочными. То есть он предполагает, что все яйца оплодотворенные и все яйца могут быть из одного и того же яйца можно выводить и трутневые, и пчелу. Только это зависит от корма. Это не я утверждаю, прошу прощения, это утверждает вот этот человек, который пишет. Значит, интересная статья, можно провести по разным, так сказать, направлениям опыта и по этому направлению, и по другому направлению. Просто поставить трутневые соты и пустить туда матку, которая оплодотворена, что будут только ли трутни, или будут и трутни и пчелы. Добившись получения укрупненных пчел, я решил в дальнейшем продолжать свои опыты. Желательно, чтобы такие же опыты повторили другие пчеловоды и поделились их результатами на страницах журнала. КН Майтвейчук, город Спасский Дальний, Приморский край. Итак, друзья, обратили внимание, что вот такая интересная статейка, обмен опытом, называется, выведение маток из трутневых яиц. Ну, может быть не из трутневых, а из трутневых ячеек. Ну, у него и этот вопрос проходит, и тот вопрос проходит. Итак, друзья, теперь перейдем к вопросам-ответам. Итак, это вопросы-ответы у нас. Журнал 51-го года, номер 9. Здесь были интересные вопросы, которые я посчитал нужным возобновить в памяти и в своей. И, так сказать, они будут полезны для нашего развития пчеловодного, всем, кто развивается пчеловодством. Это будет для нашего возраста, так сказать, пчеловодного. Первый вопрос. Будет ли исправно откладывать яйца матки, подвергиваясь охлаждению? Это спрашивает один человек, а отвечает ему так. В свое время она отогретая матка возвращается к жизни, но нередко теряет способность откладывать оплодотворенные яйца. Происходит это из-за того, что под влиянием низкой температуры часть сперматозоидов в семя приемники сворачиваются в кольца, тесно сплетаются между собой и закупоривают семенной проток. Так как степень и продолжительность охлаждения маток бывает различная, предсказать заранее, какие она будет откладывать яйца, не представляется возможным. Вот такой ответ. То есть, влияет на то, что матка подверглась охлаждению и как она будет работать после охлаждения. Это очень сильно влияет. Читаем дальше. Второй вопрос. Когда и как лучше сменять в семьях маток, спрашивает один человек, пчеловод. Ответ. Самым благоприятным временем очередной смены маток является начало главного взятка. Перерыв в окладывании яиц в это время в сильных семьях не причиняет вреда медосбору. А молодые матки, воспитанные в условиях обильного питания, оказываются наиболее полноценными. Ответ очень правильный. И даже применение способов изоляции матки, это будет очень благоприятствовать во время взятка или весной, или главного, или такой сильный медосбор. В этот период всегда можно заменить матку, даже осенью. Читаем дальше. Что они тут отвечают. Одним из способов применяемых в этом случае пчеловодом является следующий. Матку, подлежащую замене, удаляют из семи дней за пять до начала главного взятка и предоставляют пчелам заложить свечевые маточники. Как только маточники будут запечатаны, их вырезают и на их место дают подготовленный по всем правилам печатный маточник от полноценной сильной семьи. Вот такой ответ, друзья. То есть, есть разные варианты. Кто-то использует яички, подставляет, или маточники от лучших семей. Вот, даже можно свечевые использовать. Вот, ну, если есть возможность вывести маток специально, то можно и это делать. Это, как говорится, немножко больше времени. Ну, как-то люди считают, что и пчеловоды считают, что это более качественно. Ну, это так считают. А на самом деле, бывают и там, и там хорошие и плохие матки. Следующий вопрос. Почему рой, снявшись с места, безошибательно направляется в новое жилище? Прежде чем ответ. Прежде чем рой вылетит из улья, отдельные пчелы-разведчицы находят для него новое жилище. Например, дупло из дерева, пустой ящик, ну и так далее, и так далее. Где они могут притулиться? Или под крышей, или под полом, или еще где-то. Где есть какая-то емкость. Рой, вылетив из улья, сперва прививается где-либо недалеко от него. Побыв некоторое время неподвижно, рой взлетает в воздух. Направляется к новому месту жительства и сразу влетает в него. Таким образом, есть все основания полагать, что уверенным летом роя руководят пчелы-разведчицы. Вопрос правильный и ответ правильный. Я думаю, что это нам понятно. Следующий вопрос. Что вызывает несвоевременное появление расплодов во время зимовки? Ответ. Нежелательное появление зимнего расплода задолго до выставки пчел объясняется неблагоприятным условием зимовки. Наличие падива меда, чрезмерный перегрев семей, излишнее утепление, шум, беспокоящий пчел и так далее. Известны случаи, когда маткой откладывали яйца, а пчелы воспитывали расплод в течение всей зимы. То есть, как я уже говорил, в настоящее время мы приспособились, многие пчеловоды приспособились, чтобы этого не случилось. Сажают матку в изолятор или в клеточку. То есть, изолируют, не дают ей возможности сеять. И это не дает нежелательного появления расплода среди зимы, потому что это приводит к потере практически семьи. Дальше читаем. Это был такой ответ. Но ответ был не до конца, я уже ответил. Давайте посмотрим следующий вопрос. Почему пчелы не запечатают ячейки с падивым медом? Ответ. Пчелы иногда отказываются запечатывать как падивый, так и цветочный мед. Объясняется это в обоих случаях присутствием в меде из лишней влаги. Падивый мед обладает большой вязкостью, чем мед, переработанный пчелами из некот нектара. Благодаря этому свойству падь является менее гигроскопичной. Но зато она труднее отдает влагу и чаще, чем цветочная меда не печатается пчелами. Такой был ответ. Зачем многие личинки и насекомые, в том числе пчел, сплетают себе перед окукливанием коконы? Ответ. Активная стадия личинок или гусениц сменяется у насекомых покоем или стадией куколок. Последние не принимают пищи и не обладают способностью передвижения. Такое состояние необходимо куколке, так как под покровом ее тела разрушаются личиночные органы, которые затем восстанавливаются уже в виде органов взрослого насекома. Бессощитные куколки кокон служат своего рода убежищем и обеспечивают их определенным температурным и газовым режимом. Ну и еще один вопросик. Можно ли откачивать рамки с медом, в которых содержится расплод? Ответ. Если в рамке с медом содержится незначительное количество печатного расплода, откачивать ее можно. Откачивать мед из рамок, содержащих расплод, в значительном количестве нецелесообразно, так как последние часто погибают под действием центробежной силы. Такой был ответ, друзья мои. Итак, друзья. На этом мы будем заканчивать. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если вас интересуют еще какие вопросы, можете задавать под любым видео на моем канале. Я постараюсь ваши вопросы ответить. Если они будут более значительные, весомые и нужные для всех, то мы их ответим даже на этом видео. Удачи вам. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. И хорошей зимовки вам. Bye. Подписывайтесь, ставьте лайки.